Георгий Сафарбекович продолжает вкладывать, работать в Республике Ингушетия. Вы знаете, все работы, которые здесь делались, все вклады, более 4 миллиардов вложено за эти неполных два года. Это же обосновывается, потому что фонд, он состоит из учредителей, то есть там согласованное решение принимается, выделение тех или иных средств. Я хотел бы, чтобы вот другие, кто говорит там много, я там, я еще раз, я всех призываю, кто имеет средства, чтобы вкладывали тоже в Республику. Самое интересное, вот IT-школа, да, из-под меня, и IT-гостиницы, но все забывают одно, бесплатное обучение там, и все вкладываются, которые здесь средства, они не бизнес. Как мы с ним обговаривали ситуацию, вы бусул, кашможие и православные. Из них 7 православных, 33 мусульманских. Да, это первый этап был. У вас это кашможие. Но вы видели же там, кто со мной был там, тот наверно видел. Там мало того, что все так, вот этот весь забор, он весь мог повалиться. А внутри что? Но сегодня, посмотрите, дом-интернат Троицкий полностью сделали. И спать корпус, столовая, это же не столовая была. Да, понятно, ждутся, а реально Гуцериев, фонд, бесплатно вложил, сделал. Потом по башням, 123 башни, проектно-смертная документация готовилась. 123 по 13 закончено, ведутся археологические работы по храму Тхаба-Ирды и крепостной стены сельского поселения Гумырзиева. Слушайте, мы вот начали делать, нам Министерство культуры выделило 40 миллионов. Мы начали вот этот хаба-Ирды, ну, реставрировать его. А потом Микел Саваревский, мы выезжали, и он пригласил специалиста. Они там поэпследовали, говорят, да вот там глубину, еще этаж, еще там что-то. Это христианский храм, но все путают, но это святилище было наших предков. Это тоже память наша, исторический, археологический, такой объект. И взяли, сейчас проекты делают, там начали исследовать, и тогда Микел Мигурин, он говорит, 100 метров по диагонали влево-право, мы будем все обследовать. Начали обследовать, там начали появляться объекты. Место 40 миллионов, оказалось 200 миллионов. Эрзи. В 16-м году уже закончили, да? А в 20-м мы начали его ремонтировать. До 400 миллионов. Там ничего не работает, вода протекает, фундамент подтекает. Мы туда вложили где-то 70 миллионов, первоначально. Опять же их дал Савмак. Ну, а потом решили капитальный ремонт сделать. Вот там начали спорить. Там же сегодня можно 500 детей, да? За раз можно. Покажите, как там было. Там нельзя было ребенку заходить по-хорошему. Ни душа, ни уборных, ни двора. Вот кемпинг. Но все помнят. Несерка Алхаста Итальевич пошел. Бердале, Хяшвале. Вот остановиться гость, дети. Там не было воды, где попить. Там не было руки, где помыть. И всем было наплевать. Мы думали, когда говорили с ним, 21, ну, чтобы люди, юртбагнахби, бесплатно им отдают его. Ни аренды там, ничего нет. Бесплатно. Просто щитцов. Заводыш, фабрик, жмачевыцевич. И мы вот решили, что они там просто берут только одно нужно. Одно. Главам районов соглашение, что он мусор будет оттуда увозить. Люди останавливаются и спокойненько могут, во-первых, не на дороге. Во-вторых, там стоянка. Заехал, встал. Потихоньку дети пошли, куда нужно. Руки помыли, спустились к речке. То есть, я почему это подробно говорю? Как будто бы вот все забыли это. Понимаешь? Вот, я не понимаю. Не надо этого забывать. 200 человек более возили тяжелых, ну, больных на носилках. Самолет, да? А 200 возили в минводы. Потому что не было амбулитов. Неам Никела сказал, приобрели. Сейчас спокойненько подъезжает и спокойно. Могу же его отцебли. Вот. Когда отправляют его. Это было сделано. Сегодня IT-школа, а где-то через год будет 500. 500 в Ингушетии будет программистов. Каждый год будет по 500. А сейчас ремонт заканчивается, акселератор, да? А дальше технопарк. Это бесплатное обучение. Это все комплекс, больше миллиарда. Был момент такой, 160 с чем-то миллионов. Учебников не было. Но не могли закупить. Он говорит, бирж здесь и здесь. 163 миллиона. И сразу все сделалось, когда передатальный центр, там, дети-то недоношен, маленькие. Они было перевозить его. В обычной скорой, даже реанимационной, ее не повезешь к роху. Специально есть такой автомобиль, да? Я, Езжалович, через неделю, через две прислал. И теперь у нас безопасно перевозят, если нужно, детей. Поэтому, я к чему это говорю? Просто сегодня продолжая и башню, и это. А, площадь свободы. А, все, техник, да я. Поссорились. Фудуц, ажаев. Нам делить с ним нечего. Он говорит, а, зы, говорит, сэйн мугу-мугу, субаща, дар, адед дышо, республика. Ты мне, говорит, только говори и все. А здесь проект. Сделали так. Он приехал, увидел это. И все запретил. Но он новых туда поставил. Сейчас проект делается. Самый современный. И он будет сделан. Площадь будет сделана. Нет, все уже. Ердят, вождят. Слушайте, у меня работы много, у него тоже. Надо будет созваниваться, надо будет съездить. Поэтому я говорю почему и акцентирую на этом. Так я скажу, единственный человек, единственный, за историю я полагаю, республика, я могу сказать, столько вложил в благотворительность сумму денег, столько сделал объектов. Единственный, я хотел вам сказать, что если не помогаете, я вас очень прошу, не мешайте. Не мешайте. Пулю убивает. Пулю убивает один раз. А вот этот юахарыш убивает каждый день. Каждый день паршивое слово убивает человека. Не надо этого делать. Поэтому работу мы продолжим и будем работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова